Добрый день, спасибо большое за приглашение организаторам. Я просто счастлива выступить. Сегодняшняя сессия была одобрена Эстром как рекомендованная сессия полученной терапии на этом форуме. Сегодняшняя лекция посвящается только к ней мелкоклеточному раку легкого, поскольку вы хорошо знаете, что есть значительные различия в лечении немелкоклеточного и мелкоклеточного рака легкого. Я лекцию построила по образу обзора доказательности и как заключение уже обоснованной рекомендации. Конечно, часто говорят, почему вы выступаете, всегда говорите о чужом опыте, не говорите свой. Извините, мой институт не является таким крупным институтом, который может себе позволить делать большие исследования и публиковать их в качестве, так сказать, настойчивых рекомендаций. Поэтому, когда мы выбираем подход лечения рака, и особенно в данном случае рака легкого, мы совершенно вынуждены прибегнуть к тем рекомендациям, которые были установлены и опубликованы, рекомендуется на основании множественных рандомизированных исследований. В настоящее время оптимальный диагностический подход при третьей стадии немелкоклеточного рака легкого включает в обязательном порядке, практически в обязательном, это ПЭТ-КТ. И в зависимости от того, были установлены лимфатический статус в средостении, и в зависимости от того также, какой был лимит диагностики ПЭТ-КТ, также рекомендуется биопсия этих пораженных лимфоузлов. Но это не всегда, не строгая рекомендация насчет биопсии. И магнитный резонанс головного мозга при третьей стадии, имейте в виду, это считается практически обязательным, поскольку при третьей стадии немелкоклеточного рака легкого тоже возникает это в достаточно высоком количестве данные пути метастазирования. Здесь адаптированная классификация по Робинсону, у которой именно выделяется третья стадия, разделили третий А, третий Б, и в зависимости и в этой категории третий А, третий Б, также у нас выделяется два, три, четыре. Обратите внимание, пожалуйста, потому что мы сейчас говорим о местно распространенном раке легкого, то есть это в основном третья стадия. Вот интересно, что есть потенциальное, обратите внимание, в этой классификации, есть потенциально операбельные раки легкого, которые Т4, есть потенциально операбельные и операбельные раки легкого с Н2. Это не случайно выведено в этой классификации, потому что в этих случаях, в любом случае, эти пациенты передаются к мультидисциплинарному комитету для определения дальнейшего лечения. То есть с неоперабельным состоянием пациент может перейти в операбельное, если принимать соответствующую тактику и давать, допустим, предоперационную химолочевую терапию, забегая вперед. Здесь алгоритм, который сделан на основании рекомендаций ЭСМО, опубликованный в прошлом году, и по данным рекомендациям разделяется, значит, выделяем, по какому типу лечения мы будем идти после постановления диагноза. Значит, первым делом, конечно, осуществляется компьютерная томография, и потом биопсия лимфоузлов. Здесь биопсия именно пораженных или не пораженных лимфоузлов. Если лимфоузлы не увеличены, то не всегда требуется осуществить ПТКТ именно для установления статуса лимфатических узлов. Затем, обратите внимание, категорию с пораженными лимфатическими узлами средостения. То есть такая категория тоже может быть разделена в стадии 3 на больных, которые направляются на хирургическое лечение или больные, которые не направляются на хирургическое лечение. После непредвиденного, неожиданного обнаружения пораженных лимфоузлов, которые, значит, на этапе диагностики не были диагностированы, данная группа больных переходит в категорию тех больных, которые будем лечить адюматной химилочью терапии. Значит, те больные, у которых были не увеличены лимфатические узлы, но были недостоверно увеличены, а было дискретное увеличение, они разделяются на 3 категории с отрицательными лимфоузлами или Н1, Н2, Н3. Вот, извините, здесь лазер работает или… Вот это, да? А, да. Значит, вот смотрите, ту категорию больных, у которых были отрицательные лимфоузлы или Н1, они направляются на хирургическое лечение, и тут, как я уже говорила, в зависимости от результата уже направляются или на адюматную химилочью терапию, или ни на какое лечение. Значит, в категории Н2 это тоже есть группа, которых можно отнести в потенциальную операбельную группу. В этом случае, конечно, собирается мультисциплинарный комитет, который определяет, эта группа перейдет ли в мультимодальное хирургическое лечение или будет направляться на комбинированную химилочью терапию. Значит, если на компьютерной томографии достоверно визуализируются обширно-средостенные лимфоузлы Н2, в этом случае биопсия не обязательно требуется. Это категория больных, которая включается в неопеременную категорию, и такая группа больных переходит в группу лечения с одновременной химилочью терапией. Так, немножко пробежим, значит, освежим наши знания по поводу того, какие уровни доказательств и какие рекомендации существуют, по которым нам, значит, говорят, вот эти рекомендации нужно применять безоговорочно или они опционно или нет. Самым, так сказать, сильным уровнем доказательности является уровень 1 или 2, и степень рекомендации – это уровень 1 или B. Значит, последующие уровни и степени, они не очень, так сказать, нас убеждают, и поэтому могут быть оспоримы или неприняты во внимание, когда мы будем принимать решение в лечении пациента. Значит, когда мы опираемся на рекомендации, все всегда должны помнить, что эти рекомендации были выведены на основании тех рандомизированных исследований, которые показали существенное увеличение в общей выживаемости. Двумя словами скажу, что лечение рака легкого в основном до 70-х годов, то есть лечение именно на третьей стадии, применялось в основном лучевой терапией, только лучевой терапией, без применения химиотерапии. Более распространенным методом лечения был сплит-курс, который в настоящее время совершенно выведен из применения. И двумя словами вспомню, есть такая стратегия чарт, если вы знаете, которая в настоящее время достаточно широко применяется в Великобритании, но оно не получило широкого распространения из-за того, из-за логистики и из-за того, что там дается гиперфракционированная, ускоренная химиотерапия, дается 12 фракций два раза в день. Хотя в настоящее время, по последним рекомендациям ЭСМО, которые вышли недавно, они все-таки обращают внимание на такой способ облучения и рекомендуют всем институтам, у которых есть такая возможность, они могли бы взять на внимание, потому что оно доказало значительное увеличение в общей выживаемости. После того, как химиотерапия присоединилась к лучевой терапии, пошли дебаты о том, как нужно лечить пациентов, последовательно или одновременно, так сказать. Большинство рандомизированных исследований, которые были анализированы, и которые сравнили симультанную, то есть одновременно с последовательной химиотерапией, они вышли в пользу одновременной лучевой терапии. И обычная схема для химиотерапии была установлена, то есть использовали или тисплотин топозит, или тисплотин винолербин. Здесь, конечно, в этой таблице можно запутаться, я просто ваше внимание обращу на вот это исследование, которое более-менее значимое, вы, наверное, все это знаете, вроде РТОG-группы 9410, это очень известное исследование, именно по этому направлению, в котором в целом были включены 611 пациентов и применяли тисплотин с винолербином. Значит, смотрите, как бы в трехлетной выживаемости особой разницы между этими группами не было. Вот первая группа, они здесь применяли индуцированную химиотерапию, вот эти две группы, они были, так сказать, последовательные и симультанная лучевая терапия применялась во второй группе. Вот посмотрите здесь разницу, именно в трехлетной выживаемости большой разницы между этими двумя группами нет, но в пятилетной выживаемости разница есть 12 и 21%. То есть это разномерное исследование сыграло ключевую роль наряду с другими исследованиями, которые включали относительно небольшие группы в пользу того, чтобы одновременно эта симультанная химиолучевая терапия стала как бы рекомендательным стандартом. Второй вопрос. Что делать, прежде чем как начинать сопутствующую химиолучевую терапию, стоит ли давать несколько курсов химиотерапии для как бы уменьшения опухолевой массы? Индукционную химиотерапию очень любят химиотерапевты. Лучевые терапевты особо не любим, потому что после этого пациент приходит с достаточно, так сказать, заниженным общим статусом, уставший, и начиная после индукционной химиотерапии, начиная длительный лучевой курс, который будет также увеличивать токсичность, не очень-то приятно. В общем, в этом связи были также множественные рандомизированные исследования, и два из них заслуживают более внимания, пристальное внимание. Это, значит, первое исследование исследования – это американская группа, в которой мы проводили индукцию карбобладимпаклитокселем, после этого лучевая терапия versus, значит, это самое, одновременно химиолучевая терапия. Итак, и было это не свежайшее рандомизирование исследования, это было опубликовано в 2007 году, и после этого, так сказать, индукционная химиотерапия, я не могу сказать, что они не назначают, естественно, они назначают в некоторых институтах, но он не является рекомендованным стандартом. Они включили в группу рандомизации 366 пациентов и разделили на две группы. Значит, в первой группе была, вот здесь у нас первая группа с паклитокселем, с карбоплатином, а вторая группа, в которой применяли индукционную химиотерапию, значит, паклитокселем карбоплатином, и после этого проводили лучевую терапию, давали 66 грей, 66 – это буст, в общем, давали 60-60 грей, и всего 7 циклов. Какой получили результат? Не получили никакого статического значимого различия между двумя группами. Общая выживаемость значительно не варьировала. Так, следующее, второе рандомизированное исследование, это, значит, называется ламп, который мультимодальный, значит, протокол, который тоже заслуживает внимания. Здесь были выделены три группы, и в зависимости от группы применялись три режимы. В первой группе это была последовательная химиотерапия, во второй группе они применяли индукционную химиотерапию, и в третьей группе они применяли консолидационную химиотерапию. Вот здесь посмотрите, то есть стандартные агенты химиотерапии, как карбалатин, спаклитокселом, и лучевая терапия. Значит, в первой группе было 63 грей, в принципе, они не различались по дозам по лучевой терапии. Значит, в третьей группе, где применялась консолидационная химиотерапия, наблюдалась небольшая тенденция увеличению общей выживаемости, но также наблюдалась большая токсичность. Значит, смотрите еще также несколько рандомизированных исследований по отношению к консолидационной химиотерапии, которые, в общем, вчера не опубликованы, опубликованы несколько, так сказать, даже в 2008 год, потом в 2005 и 2003. Это исследования фазы 3 и 2, в котором показано, что применяли они в качестве консолидационных химиотерапий, в основном, в ртеоди группы в исследовании результаты, в общем, они, смотрите, результаты статистически не различались, да, то есть, но децитоксил увеличил осложнения и не увеличивал общую выживаемость. Здесь южно-восточные группы в этом исследовании, они включили гефитиниб в качестве консолидационного агента, и это исследование было закрыто до того, как они его завершили, потому что с применением гефитиниба наблюдалась смерть пациентов, и он очень давал высокую токсичность без увеличения всякой выживаемости, даже наоборот, он снижал выживаемость. Вот этой же группой второй фазы исследования, в котором они применили тоже децитоксил, дали какие-то тенденции к улучшению, что ли, при применении, но и также они публиковали, что нет репорта с такой увеличивающей токсичности в связи с применением децитоксила. Есть еще два исследования, которые заслужены внимания. Это корейская группа, смотрите, в общем, они эту группу активно публикуют, несмотря на то, что они в этой публикации не получили статическую разницу. Это было опубликовано в 2013 году, а в 2015, в прошлом году, они опять вернулись к применению того же самого агента и публикуют опять, говорят, есть тенденция к увеличению. В общем, как мы поняли, это не относится, это рандомизация не относится к группе 1А. Здесь они применяли, разделили три группы, в которой мы в качестве консолидационного агента применяли децитоксил, гемцитабин и паклитоксил. Статическую достоверную разницу между тремя группами не получили, хотя именно в применении с гемцитабином была наблюдена увеличенная токсичность в этой группе. Вот это застойчивое внимание рандомизации исследования японской группы, где тоже они разделили три группы и применяли, сюда они включили в качестве консолидационного агента виндесин, карбоплотин с иринетеканом и карбоплотин с паклитоксилом. Значит, та же самая история, они не получили существенной разницы между тремя группами, хотя вот посмотрите на группу С, в этой группе они наблюдали меньшую токсичность, чем в двух группах. Так, с этим разобрались. Теперь вопрос стоял в том, сколько химиотерапевтических агентов включать, один, два или три. В этой связи были опубликованы рандомизированные исследования, и один из них, так сказать, очень значим, это работа в Густавросии, которая была опубликована в 2004 году. Это метаанализ 65 рандомизированных исследований, в котором они установили, что два агента лучше, чем применение одного агента, но включение третьего химиотерапевтического агента не улучшает достоверно общую выживаемость, хотя увеличивает токсичность. Так сказать, следующее исследование, это группы радиационно-онкологической, северноамериканской группы. Значит, здесь было достаточно гомогенное исследование, в которое были включены пациенты в сестра-тистадии неоперябельные, хотя их было небольшое количество. И также среднее время наблюдения, хотя, так сказать, было не очень много. Так, вывод из этих двух исследований. Сочетание сетоксимаба в химиотерапии, в общем, они вывели такой вывод, что, допустимо, в перспективе, но достоверности эти исследования как бы на уровне 1А и 1Б не показали. Также в этой связи очень вот это исследование тоже интересно, в котором, значит, включались в качестве химиотерапевтических агентов пеметрексет и во второй группе пеметрексет сетоксимабом и скрабоплотином. Это также группы рака и леуцемии, лейкемии, северноамериканской группы. И здесь, в общем, можете посмотреть, что в целом были включены 109 пациентов, и группа не очень-то большая, но исследование достоверно, так сказать, выполнено с типичной методологически для рандомизированного исследования. Что оно показало? Тоже между этими двумя группами не было существенных различий, но они также разделили в зависимости от типа опухоли, плоскоклеточной и адренокарцинома. И не было различий, значит, в ответе лечения между этими двумя группами. Ну, они сделали вывод, что схему с пеметрексетом и в случае терапии необходимы, если что-то полетит. То есть никаких конкретных выводов. Так, в 2015 году публикуется вот эта статья в клинической онкологии, где говорят, какой же оптимальный химиотерапевтический режим. Есть ли одно лекарство или два лекарства, которые, значит, мы все рекомендуем назначать безоговорочно, и которые нашли, и которые не вызывают никаких сомнений. Так сказать, несмотря на то, что сейчас очень активно развиваются подходы химиотерапевтам включения персональной медицины в лечение раколёгкого, включение таргетных агентов, извините, доказательства пока никакого нет. Остаётся базисным подходом для выбора химиолучевой терапии, как химиотерапический агент, основанный на агентах плотиной. Перейдём к рекомендациям, которые я их вывела на основании двух основных рекомендаций. Это ESMO-рекомендации и RTOG-рекомендации, которые были публикованы соответствующие в 2015 году. Значит, после всего этого, как мы обсудили, посмотрели, и вот эти рекомендации сделаны на основании тех рандомизированных исследований, которые показали доказательность на уровне 1А. Значит, однозначно, симультанная химиолучевая терапия улучшает местный контроль и поэтому является как бы стандартным лечением. Стандартная доза в лучевой терапии, имейте в виду, в различных институтах градин дозы до последующего времени был очень большим, между 60 и 76 грей бустом. В данной рекомендации нам говорят, больше 66 грей давать не нужно. Это не увеличивает достоверную общую выживаемость, но увеличивает токсичные эффекты. Индукционная химиотерапия не является рекомендательным стандартом, хотя я повторяю, некоторые институты, некоторые врачи продолжают назначать индукционную химиотерапию, несмотря на то, что доказательства в этом нет. Консолидационная химиотерапия не является стандартом, но всегда остается, как возможный вариант для пациентов, которые недополучили полные дозы ввиду осложнений, ввиду других каких-то моментов во время одновременной химиотерапии. Идеально лекарство не найдено. Двумя наиболее распространенными схемами являются дуплет, то есть применение двух агентов, цисплатин, тазбат, этапозит, карпоплатин, паклитоксель. Более-менее с применением, если хотите, с венолербином. Значит, но есть также исключения. Для тех пациентов, которые не могут получить симультанную химиотерапию ввиду непереносимости и высокой токсичности одновременного проведения такого лечения, безусловно, рекомендуется проведение последовательной химиотерапии, поскольку только одна лучевая терапия, она хуже, она не хуже, чем та же самая последовательная химиотерапия. Только лучевая терапия может быть использована только для пациентов, у которых есть абсолютно не показания для химиотерапии ввиду каких-то побочных заболеваний или ввиду каких-то факторов. В этом случае давать лучевую терапию лучше, чем ничего не давать. Послеоперационной лучевой терапии может быть порекомендовано для пациентов с полной резекцией местной опухоли, но с пораженными лимфоузлами для улучшения местного контроля, хотя это, может быть, не увеличивает общую вживаемость. Но она должна быть применяться после химиотерапии, послеоперационной. В случае того, если имеются отрицательные лимфатические узлы, но имеется неполная микроскопическая или макроскопическая резекция первичной опухоли, в этом случае тоже должна даваться химиотерапия. Но имейте ввиду не после химиотерапии, одновременно химиотерапия, потому что в этом случае мы имеем с высоким риском развития именно местного рецидива. Пациенты изначально с неоперабельной стадии 3, как мы вначале говорили, должны обсуждаться на мультидисциплинарном комитете и могут выведены в категорию те больные, которым может быть показана предоперационная химиолучевая терапия. Но эти пациенты должны быть те, у которых в последующем будет выполнена лобэктомия, в отличие от пневмонэктомии, пациенты без потери веса, в хорошем статусе, относительно молодые пациенты и почему-то женщины, потому что они показали, что лучше переносят и с пораженными лифоузлами только в одном регионе. Что относительно лучевой терапии, а какой же тип лучевой терапии является стандартом? Стандартом на сегодняшний день именно тип или техника лучевой терапии не установлено. Хотя имеются рандомизированные исследования, но не со статусом 1А, ни 1Б, ни 2, ни, может быть, СИДА-3 и это самое, СД, которые были опубликованы. Вот это рандомизирование МДА-Андерсон-центра в 2007 году, они сравнили, это ретроспективная работа, они сравнили группу под 68 пациентов, которые были пролечены в МРТ, с пациентами, которые были пролечены с АМРТ. Они показали, что АМРТ вызывал меньшее осложнение со стороны легких. Еще одно исследование, в котором были сравнены две группы 160 пациентов, пролеченные с АМРТ, и они репортовали, что токсичность на уровне фиброза легкого была меньше в группе АМРТ, АМРТ, чем в группе 3. Хотя я вам говорю, что это исследование не имеет уровень доказательности того, что нам может говорить о каких-то рекомендациях. Я просто поставила эти слайды для визуализации, что такое протонотерапия. Протонотерапия является далеко нестандартом, не то что в лечении раколеков, они и другие, ввиду очень большой дороговизны и ввиду очень небольшого количества центров. Хотя эта картинка, она настолько красива, что она нам наглядно показывает, какое может быть преимущество протонотерапии по сравнению с 3D-лчей терапией. Просто посмотрите здесь на гистограмму на уровне органов риска, между ними достоверное различие, а покрытие ПТВ, первичной опухоли, она практически одинакова. Так, ну что же, если кто-то будет говорить, вы говорите о других опытех, о своем не рассказывайте, я расскажу о нашем опыте, он совершенно скромный, и он как бы не является никаким рандомизированным, это просто анализ одной группы пациентов, пролеченных с МРТ. Я скажу, что до МНАИ и МРТ мы перешли в 2009 году, в нашем институте пролечено около 300 пациентов именно с третьей стадии раколёгкого, и эту группу мы включили в тех пациентов, которых пролечили именно с МРТ между 2009 и 2060 годами. Это самое лечение было, так сказать, стандартно, хотя мы бустом давали не 66 грей, а 68 грей. Я хочу вам сказать, что до 2009 года, когда мы применяли в 3D, в случае плоскоклеточного рака и аденокарциного, мы применяли буст до 76 грей. Это было до выхода тех рекомендаций, которые нам говорят, что не нужно поднимать настолько дозу, то есть оно не влияет на выживаемость. Мы применяем компьютерную томографию в планировании раколёгкого. Почему это важно? Я вам скажу. Вот здесь вы можете посмотреть, допустим, что ПЭД показывает накопление в узле, а не в аталектазиях. Это нам избежает не включать эту зону в зону облучения и этим снизить объём облучаемого лёгкого и снизить токсичные осложнения. Вот это просто показательный план. Конечно, МРТ имеет, поскольку очень много дебатов, имеет большую интегральную дозу по всем тканям лёгкого, но, естественно, мы анализируем гистограмму, чтобы 20 объёмов, объём 20 лёгких не превышало 30%. Вот. И дозиметрия была, значит, оптимальной. Осложнения были острые пневмониты G1, большее количество пациентов. И общая выживаемость, мы не совершаем никакое расхождение с опубликованными результатами, и наши результаты совпадают с теми, которые опубликованы. К сожалению, данная группа больных не может рассчитывать на сногсшибательную, феноменальную выживаемость, и выживаемость за 5 лет остаётся в пределах максимум 30%. В нашей группе мы установили в ЖМ общую вызываемость 27,4%. Ну что ж, безусловно, при оценке каждого пациента нужно принимать индивидуальное лечение, но в лечении местного распространения рака лёгкого в третьей стадии, пожалуйста, следует придерживаться тем стандартам, которые были опубликованы в последних годах. Безусловно, может быть, через несколько лет будут новые стандарты в связи с тем, что проводятся начаты рандомизированные исследования или исследования с применением новых химиотерапических агентов таргетной терапии, но до настоящего времени у нас нету никаких данных, у нас нету никаких доказательств, поэтому мы вынуждены придерживаться в рамках тех рекомендаций, которые имеют доказательства уровень 1А. И спасибо за внимание. Спасибо, Майя. Продолжение следует...